Относительно внешнего вида певицы ходит много мифов. Мы решили собрать правдивую информацию о том, что кушает артистка, как ухаживает за своим телом и какие косметические процедуры использует. Интерес к секретам молодости и красоты Софии Ротару резко возрос после того, как она появилась на обложке престижного журнала. На фото певица выглядит потрясающе. Она позирует в черном классическом костюме. Рядом с ней ее внучка и невестка. Очевидно, что София следит за своей внешностью. При росте 170 см она весит 64 кг. Перед тем, как мы расскажем секреты Софии, посмотрите на ее самые новые фото. Так певица выглядит сейчас, в 72 года. Эта женщина удивляет своей красотой и привлекательностью. Певица в хорошей физической форме и отличном настроении. Так выглядеть и ощущать себя можно только благодаря ежедневной работе над собой. О секретах красоты София Ротару говорит охотно. В своей жизни звезда придерживается нескольких правил. Активность, правильное скромное питание, умение отвлечься от проблем, правильный здоровый сон, стремление к развитию и понимание ценности семьи. Перед тем, как узнать правила красоты и здоровья Софии Ротару, мы предлагаем вам ознакомиться с ее главными приоритетами в жизни. 7 главных приоритетов Софии Ротару 1. Правильное питание У певицы есть всего несколько правил. Есть маленькими порциями, никакой еды после 6 вечера и никакой соли в рационе. Она предпочитает легкие блюда японской кухни. Если появляются лишние килограммы, она пользуется советом Майи Плесецкой закрыть рот на замок и не есть. А если нужно быстро похудеть, звезда садится на свою любимую диету. 3 дня отварного риса без соли, 3 дня овощей и 3 дня только фруктов. 2. Полноценный сон София рекомендует засыпать, слушая классику. По ее словам, такая музыка помогает расслабиться, освободить разум от мыслей и проблем. Тогда здоровый и глубокий сон обеспечен. Когда ты засыпаешь под Моцарта или Вивальди, то за 4-5 часов сна ты успеваешь не только выспаться, но и отдохнуть, как будто проспал полноценные 12 часов, рассказывает София. 3. Вера в Бога В одном интервью София Ротару сказала, «Я обязана Богу всем. Именно вера помогает преодолевать мне трудности в жизни. Я всегда благодарю его за каждый прожитый день». Певица часто ходит в церковь и благодарит Всевышнего за все, что у нее есть в жизни. Она уверена, что о Боге нужно вспоминать не только в минуты горя, но и когда ты счастлив. Искренняя вера делает душу красивой, а от этого преображается и тело. 4. Семья Однажды певица сказала, «Вы думаете, карьера сделает вас счастливыми? Вы глубоко ошибаетесь». Именно семья – это фундамент, на котором должен развиваться творческий потенциал. «Да, многим известным людям в этом плане не везло, но я считаю себя абсолютно счастливым человеком». София Ротару – счастливая мама и бабушка. Она неоднократно говорила, что вдохновение и силы продолжать работать, творить и жить ей дает именно ее семья. Именно ее родные всегда были для нее тем стимулом, который до сих пор заставляет ее быть молодой и красивой. 5. Тренировки С самого детства певица занималась спортом, участвовала в различных соревнованиях и получала награды. Больше всего Софии нравились легкая атлетика и плавание. Сейчас певица не посещает спортклуб, а занимается дома на тренажерах вместе с внучкой Софией. Кстати, живет София недалеко от города Ялта в уютном коттедже. Основное его достоинство в том, что он расположен недалеко от ботанического сада. Так как певица страдает астмой, она любит проводить летние периоды именно в этом месте. 6. Работа на даче София Михайловна считает, что лучше всего на красоту женщины влияет работа на земле. У нее есть дача, где она своими руками сажает разные растения. Возня в огороде, по ее мнению, лучшая психотерапия и одна из главных составляющих неувидающей красоты. 7. Уход за кожей Певица делит все продукты на полезные для кожи и нездоровые. К первым относятся только натуральные продукты. Она предпочитает легкую японскую кухню. Минеральную воду использует не только по прямому назначению, но и для утреннего умывания. Сначала замораживает ее в холодильнике, а потом оттаивает. Впрочем, для такой обработки подходит и простая вода. В прессе ходит много мифов относительно разнообразия пластических операций у Софии Ротару. Интересно, что сама певица ничего не говорит об этом. Мы не знаем, она не хочет распространяться об этом, или действительно у нее прекрасная генетика, и поэтому певица так хорошо сохранилась. Если послушать позитивно настроенных косметологов, то вот что они говорят о певице. Она единственная артистка украинской и российской эстрады, которой удается выглядеть чуть ли не вдвое моложе своего паспортного возраста. По типу старения лица принадлежит к так называемому мелкоморщинистому типу. У таких людей с возрастом не сильно плывет овал лица. Но так как сама кожа довольно тонкая и сухая, она постепенно покрывается мелкой сеткой морщин. То есть морщины не глубокие, не так называемые заломы, а относительно мелкие и равномерно распределенные по всему лицу. Известный пластический хирург добавил, чтобы стареть так красиво, как Ротару, надо родиться с особым строением костного лицевого скелета. Тогда возрастные изменения будут практически незаметны. Я таких людей сразу узнаю по лицу и делаю им комплимент. Ваше лицо долго не будет стареть. Кстати, скорее всего это относится и Кэролин Хартс и Кристи Бринкли, о которых мы рассказывали в предыдущих видео. Обязательно посмотрите эти видео, так как они заряжают желанием меняться и радоваться жизни. А сейчас давайте узнаем 10 правил Софии Ротару относительно красоты и здоровья. 10 правил красоты и здоровья Софии Ротару 1. Певица советует меньше волноваться, не тратить силы на напрасные переживания. К примеру, знаменитость никогда не торговалась на рынке не из-за нехватки времени или нежелания экономить, а потому что это забирает силы и не всегда можно получить в итоге положительные эмоции. 2. Нужно мало есть. Иногда София Михайловна питается только овсянкой или овощами. Никогда не ест после 6 вечера. 3. Певица занимается ежедневно в домашнем тренажерном зале. 4. Интенсивность нагрузок и план тренировки зависит от самочувствия. 4. София регулярно плавает в бассейне. 5. Сауна и массаж входят в обязательную оздоровительную программу. 6. Обязательно нужно что-нибудь сажать, возиться на грядках, чтобы появилась возможность напрямую контактировать с землей. 7. По мнению певицы, это заряжает сильной положительной энергетикой. 7. Важно ежедневно обращаться к Богу с молитвой. София Ротару говорит, что молитва лечит не только душу, но и тело. 8. Умывайтесь кубиками льда из замороженной минеральной воды. 9. Проводите больше времени с семьей. У вас должно быть общение с любимыми людьми. 10. Вы должны ощущать себя молодыми и красивыми. А что вы думаете о правилах молодости и красоты Софии Ротару? Напишите об этом в комментариях.